Я всегда говорил, что это рок-звезда и мне верили. Работала я с детьми, у меня были уже татуировки в тот момент и не знаю, меня дети даже воспринимали как раскраску. А если вы любите киви, бананы и все остальные фрукты, тоже будем забивать? Да, я помогла сделать себе и киви, и бананы и все что угодно. Всем привет, с вами я, Сабина Стрелкова. Дмитрий примерный семьянин, хороший сын и мега позитивный человек, он мастер тату. Первую татуировку он набил 20, сейчас ему 28 и уже 40% его тела забито татуировками. Анна любящая жена и отличный повар, по словам Дмитрия. Дим, расскажи мне о тату-индустрии, с чего она начинается? Индустрия начинается с того, что ты хочешь рисовать, это очень важный фактор в нашей профессии, это необходимое. Желание и умение рисовать. По образованию вы художник или? Нет, я по образованию программист, я не работал ни одного дня. И вот сразу же тату, что для вас тогда татуировка? Ну, не сразу же, это моя жизнь, в принципе, лет с 13 я хотел этим заниматься, ну и в целом, как бы к этому шел. Первая татуировка появилась 20 лет, а можно посмотреть, где она и что она означает? Да, конечно, она означает тату, искусство. Ну, мне хотелось запечатлеть этот момент, что я свяжу в будущем свою жизнь с этим. Ну и, соответственно, как бы напоминание мне же. Имея вот такую внешность, что половина тела полностью уже все забито, как родители и семья воспринимают такой вот образ? Ну, знаешь, поначалу, когда это все начиналось, конечно, были недопонимания со стороны родителей, родственников, друзей. То есть, почему это происходит и зачем ты это делаешь? Конфликты ушли спустя, наверное, года три, может быть. Недопонимания еще были, но сейчас полностью нет. А вот учитывая наш менталитет, как все-таки люди смотрят на тебя на улице, как оборачиваются или хотят сфотографироваться, ну, может, и какая-то рок-звезда или суперзвезда? На самом деле по-разному бывает. Ну, зачастую встречалось такое, что люди подбегали, фотографировались. То есть, меня иногда даже в такси, когда я садился, говорят, откуда ты приехал, то есть, по тебе видно, что ты не отсюда. Вот. Я всегда говорил, что я рок-звезда, и мне верили. Не знаю, почему. То есть, человек действительно думал так. Конечно, интересно всем смотрят, но такого дикого, как недопонимания того, что вот уже нет. А вот сейчас кто больше приходит, кто клиенты, мужчины или девушки, молодые женщины? Люди у нас бывают разные. То есть, возрастной контингент тоже абсолютно разный. Это не всегда молодежь, 20-летняя. Бывают взрослые, состоятельные мужчины. Бывают даже дедушки. Я дедушку одному делал, да. То есть, вот так. Мы ему на плече... Круто, сколько это? Ему 78 было, сейчас, надеюсь, 79. Что же он сделал? Мы ему делали армейскую татуировку. Он всегда... Он 22 или 23 он отслужил в армии. Все его сослуживцы сделали себе на плече розы. Это их символ. И он единственный, кто, наверное, побоялся или не захотел это делать тогда. Ну и вот он что-то всю жизнь прожил, думая о том, что надо было бы сделать на плече розу. Если я увижу тебя через год на улицах Нур-Султана, на твоем теле еще будет татуировки или это все? Ну, это все, знаешь, я не планирую. Зачастую все татуировки, это связано с каким-то моментом интересным в жизни, веселым, либо с чем-то оно связано. Аня, что вы делаете? Я сейчас анодирую титан. Это изменение цвета. Оксидная пленка с помощью электрохимической реакции можно сделать цвет абсолютно любой. То есть, вот, от какого-то бронзового до зеленых оттенков. А розовый, красный? Красный нет, розовый запросто. Можно посмотреть, как это выглядит на уже готовом украшении. То есть, любой цвет это не проблема. То есть, пирсинг даже базовый, базовый можно разнообразить. Интересно, я даже не знала об этом. А у вас кто знает об этом? А сколько у вас пирсингов? Я, если честно, никогда не считала, потому что их количество постоянно меняется. То есть, у меня в один момент было 17 проколов. Ну, допустим, я какие-то снимаю, у меня остается там 15, допустим, условно. У меня действительно их было 17. А сейчас ваша мама, семья, родственники, близкие воспринимают нормальный ваш образ? Абсолютно. У меня поначалу отец был немножечко против, он не понимал этого, но мама больше пытается идти в ногу со временем, и она как-то спокойно относится ко всем моим модификациям, процедурам каким-то. А у вас также все татуировки по всему миру? Да, у меня татуировки, у меня их несколько. У меня самые видимые, наверное, это роза на кисти, на запястье и на шее. То есть, на шее. И вот здесь у меня такой человечек. Дима, с чего начинается татуировка? Татуировка начинается с идеи, человек должен понимать, что он хочет. В данном случае у нас не совсем удачная работа, которую нужно будет доработать, видоизменить, сделать более красивее. А у вас здесь еще, да, татуировка? Да. А что она изначает? В данном случае это веточка с оливками, и я люблю оливки. Вот. А если вы любите киви, бананы и все остальные фрукты, тоже будем забивать? Ну, сейчас я не располагаю таким большим количеством чистой кожи, чтобы это делать, но, возможно, да, я бы могла сделать себе и киви, и бананы, и все что угодно. С чем это может быть так связано, что вы так все заполняете свое тело татуировками? Или вам просто нравится сам процесс, или какие-то рисунки вы хотите озвучить? Мне не нравится сам процесс, это очень больно, это очень неприятный, долгий процесс заживления, но я не знаю, то есть мне просто это нравится. Это с квоты детства, наверное, пошло, что это неформальные парни, девушки, мне начали нравиться, мне начало нравиться субкультура эта. А первую татуировку у вас сколько вы сделали? Восемнадцать. Восемнадцать. Так получилось. Через год я вас увижу, мне кажется, вы будете просто как пятнышко. Ну, возможно, да. Возможно? Ну что ж, теперь черед мой. На эту и нату набью себе тату. С вами была я, Сабина Стрелкова. На эту и нату набью себе тату.